Продолжение следует... А пока ставьте лайк, подписывайтесь, если не подписаны на канал, пользуйтесь выставленными реквизитами для донатов в описании этого видео. Это можно сделать как из России с помощью Сбербанка, так и за ее пределами, если вы живете вне России, например, с помощью Бусти или Патреона. Так вот эти люди, пожертвовавшие на выпуск, который вы сейчас смотрите. Ну и про книгу тоже не забывайте. Моя книга, первый том записки странствующего армянина, она еще есть в наличии. Если не приобрели, то можете приобрести себе или же в подарок, к новогодним праздникам, например, с моим автографом, если попросите. Заказать ее можно, если опять же перейдете по ссылке в описании. Заполните анкету, прикрепите к ней оплаченный чек с скриншотом и отправите далее. В течение часа получите подтверждение, а если вы не в России, Европе или Америке, напишите на электронный адрес, там же находится он в описании, вадарсобакамейл.ру, что хотите получить книгу, и вам ответят, как ее получить в Европе или Америке, или Канаде, ну и так далее. Итак, прошлый мой выпуск «Индийские корни азербайджанцев» только подтвердили мои догадки, что многие люди лишены чувства юмора. Видимо, от того и проблемы, войны, злость, а еще лишены, наверное, внимания. Они прослушали, когда я сказал азербайджанцам, которые говорят, что армяне пришли из Индии, раз уж вы дурака валяете и несете такую ахинею, то и я буду на этот раз тоже несерьезен и нести такую же ахинею. И стал зачитывать Азербайджан и индийские слова, которые схожи у этих народов. Ну, армяне не понимают их, это понятно. И тут все понеслось. Азербайджанцы начали мне писать, что это общие тюркские персидские слова, и ничего это не значит. Армяне тоже за словом в карман не полезли, а тоже начали писать, что вы, дескать, Вадим, в лингвистике вообще ноль, оказывается, раз так считаете. Мол, типа это персидские слова, ну и так далее. Ну, судя по тому, как вы это мне по-русски написали, то ноль это, наверное, вы, уж извините за откровение. Бухгалтер средней руки или кто вы там, не знаю, говорите ноль индологу, человеку, говорящему на хиндии, азербайджанском, на урду, на фарси, на турецком, ну и в среднем арабском тоже владею. Достигните сначала моего уровня, а потом нолькайте. С чего это я взял? Мне было достаточно того, что вы эти слова назвали иранского происхождения. Тогда как я надиктовал, по-моему, 50 слов в основном арабского происхождения, и только 7 из них были иранского. Теперь по существу и серьезно. Сегодня будет выпуск серьезный. В прошлый раз я пообещал, что в следующем выпуске мы уже серьезно разберем тему, данную Азербайджаном про Индию и Армян. Вот сегодня я и исполняю. О том, что в Азербайджане решили дать своему оголтелому народу новый фас армянофобии с уклоном на Индию, я узнал, ну, еще лет, скажем так, может быть, 10 назад. Но тогда они все, как бы, плакали по Карабаху и шепотом говорили об Индии, сами не доверяя этой самой теории. Ну, где там, скажем, Радж Капурян, где Никол Пашкумар. Хотя, знаете, был такой посол Индии в СССР, звали его Трилокин Атхауль. Однажды он в составе индийской делегации, кстати, хочу сказать, он очень много, несколько, по-моему, может быть, два, может, даже три десятка лет проработал послом Индии в СССР. Это очень важная информация, то есть он знал практически всех советских руководителей и замечательно говорил на русском языке. Так вот, однажды он в составе этой самой индийской делегации прибыл в Ереван. Это было в июне 1976 года. Сопровождал он тогда премьер-министра Индии Индиру Ганди. На улице близ Материндарана, где выстроились зеваки поприветствовать Индиру Ганди, рядом с ней шел и посол Натхауль. Увидев его, народ стал кричать «Микоян! Микоян!», не обращая внимания на Индиру Ганди, рядом с ним. Люди обознались. Им показалось, что Натхауль – это Анастас Микоян. Так что, конечно, схожести могут быть армян с представителями североиндийских штатов, белокожих. Кстати, большая часть актеров Болливуда – это из как раз-таки североиндийских штатов, или центральных, кстати говоря, тоже, так как приветствуют белый и слегка смуглый цвет кожи в индийском кинематографе. Так уж повелось. Ну, например, Митхун Чакраборти из штата Западная Бенгалия. Хотя я его видел, и знаете, я бы не сказал, что он со светлой кожей. Видимо, в кино грим накладывали. Ну, как на покойную, наверное, вот уже Шридери. Что хоть и южанка, но кожа всегда была у нее светлой. Также из северных штатов Шахрух Хан. Он из Дели. Хармендра. Он сих по национальности, по вероисповеданию, с корнями из Пенджаба. Каджол имеет тоже бенгало-маратхские корни. Это центральный штат Махараштра. Главный разбойник индийского кино Амришпури тоже из севера. Из Пенджаба. Из этого же штата Кабир Беди. Кстати, он играл армянина Габриэля Баградяна в американском фильме 1982 года. «The 40 Days of Musadah». Есть в Индии и армяне кинематографисты, конечно же, в основном работающие за кадром. Но есть и актриса, о которой я уже рассказывал, Тюлип Джоши. Она замужем за Парсом, поэтому под его фамилией Джоши нынче. А так она Айгян. Я знаком и с ней, и с ее мамой Изабел Айгян. Они с рождения живут в Бомбее, и я о них вам рассказывал в сюжете об Индии. В общем, касаемо схожестей, не вопрос. Есть индийцы, похожие на армян. Есть похожие на азербайджанцев, на грузин. Даже на китайцев, как, например, Дени Дензонпа. Вопрос в другом. Почему армяне из Индии? Откуда такое вообще в голову азеропропагандистам пришло? Может, язык? Да, армянский язык, как и древнеармянский грабар, как ищи Инди, и древнеиндийский санскрит, русский, испанский, французский, греческий, персидский языки входят в одну общую индоевропейскую семью языков. Несколько тысячелетий назад были одним индоарийским племенем. С тех пор сохранились у нас общие слова, которые сопровождали индоариев несколько тысячелетий назад и сейчас тоже сопровождают. Это такие слова, как машина, компьютер, самолет, бумага, деньги появились позже, когда наши предки уже расстались давно друг с другом и стали называться армянами, греками, итальянцами, иранцами, индийцами. Кстати, индийцы себя называют партией. И поэтому эти слова, так как они появились позже и, соответственно, появились они у каждого уже сформировавшегося народа, которые стали называться армянами и т.д. Теперь у нас только общие остались самые-самые такие старые слова, которые могли пользоваться наши самые общие как раз-таки предки. Ну, например, скажем, сердце. Было тогда? Было. Соответственно, сердце по-русски, сирт по-армянски, зерде или зерде по-осетински. Осетины тоже из нашего индоевропейского континуума. У наших индоевропейских соплеменников, что ушли на север, вот эта самая эс превратилась в холодное х. От того вот немцы вместо сердц говорят эрц. Англичане вместо сард говорят хард. У тех наших индоарийских соплеменников, что ушли на юг Европы, эта самая эс или северная холодная х превратилась в к. Поэтому вместо сёр французы говорят кёх. Вместо суоре итальянцы говорят куоре. А греки вместо сардия говорят кардия. Отсюда и кардиограмма, кардиолог. Кстати, греческая гинека, женщина, и армянская гинь, родственницы. Отсюда и гинекология. К этому корню гин, гинека относятся и зен, зан на иранских языках. И жен, жена, женщина на славянских языках. С мужчинами так же. И это слово сохранилось тоже. Мужчина, муж по-русски. Амусин, муж. Мусин, да, похоже как по-армянски. И март, мужчина. Мардана на хинди. Март на фарси. Общие так же слова сохранились у наших соплеменников из прошлого. Такие млекопитающие, как корова, да, кау, ков, корова, гоу на хинди. Или кот, кату, гато по-испански, кят по-английски. Катце по-немецки. Очи, око. Ачк армянский. Акхе на хинди. Окео по-итальянски. Окулус, римляне на латинском языке говорили. Отсюда и окулист, глазник. Дверь армянская, да, дур. Немецкая турн. Английская дор. Иранская дар. Индийская дарваза. Осетинская дуар. Или дом армянский, дун. И тун тоже говорят в некоторых диалектах. И тут тоже, как в случае с сердцем, снова наши двоюродные родственники, что ушли на север, превратили ударный звук в холодный х. И вместо дома или дуна у немцев он стал хайм. Дас хайм. Замените на д будет дайм. Или в английском хоум. Снова замените на д будет доум. Немало у армян сохранилось от общих пращуров. И не только индийских, как видите. И современные индийцы, и персы, и греки, и итальянцы, и германские народы, и славяне. Это наши далекие родственники. Вот у вас, азербайджанцев, носителей одного из тюркских языков, тоже есть свои родственники. В отличие от нашего языка из индоевропейской семьи, ваш язык относится к алтайской семье. И у вас есть свои родственники, тоже замечательные. Например, монголы. Думаю, на слух поймете некоторые монгольские слова, что сохранились и у вас, и у них, когда ваши предки были еще почти одним племенем и там же прищуривались. Например, монгольское сармис, чеснок, у вас сармсак. Монгольское сюю, молоко, у вас сюль. Монгольское хюч, сила, у вас гюч. Монгольское щене, новый, у вас ени. Монгольское жил, год, у вас иль. Соответственно, щене жил, ени, иль, новый год. Ну, а мубарек, поздравляю, из семитского арабского взяли, мубарек. Хоть не мубарека, помните покойного. Далее, монгольское шары, желтый, у вас сары. Монгольское сонгину, лук, у вас сухан. Монгольское эльчин, посол, у вас эльчи, посланник. А из эльчина имя сделали. Монгольское алим, яблоко, у вас алма. Монгольское цецек, цветок, у вас чичай. Монгольское бал, мед, у вас тоже бал. У монголов орден, армия, у вас орду. Хар, черный, у вас гора. Ну и так далее. Продолжать? Так что же, вы пришли, получается, из Монголии, что ли? Учитывая еще, что говорите на языке из алтайской семьи. А ведь в Монголии даже целая горная система названа Алтай. Теперь перейдем к главному. Я всегда задавал вопрос азербайджанцам, на какие источники вы ссылаетесь, когда говорите, что армяне пришли из Индии. Этот вопрос их ставил всегда в тупик. Или ссылались на свои же источники дырявые. То есть никаких исторических, средневековых и древних каких-то там ссылок у них нет. Ничего нет. Просто так кто-то в Баку испортил воздух, а они надышаться не могут. И вот недавно один из таких недоаналитиков по имени Фекрет Шабанов вроде как родился не в Баку, а в Питере и даже в Канаду перебрался. Впрочем, я всегда говорил, что у азербайджанцев, большинство азербайджанцев, даже у оппозиционеров, горе от ума. Только не по Грибоедову, а по Алиеву. Так вот, этот самый политэмигрант сказал, что армяне пришли из Индии. Внимание! Потому что первую свою книгу стали издавать в Индии, в Мадрасье. Это ж надо до такого додуматься. Я думал, что-то посложнее придумают, а он про книгу. Что ж, отвечаю и на этом закруглюсь на сегодня. Во-первых, в Индии была издана не первая армянская книга, а первое армянское периодическое издание. Это журнал «Аздарар». Это было в 1794 году. Я даже бывал в этом месте, где издавался в Мадрасье этот журнал. Там стоит даже постамент. И я постоял у этого постамента. Там же с 1772 года издавались и книги. Всего было, по-моему, две или три. И даже первая армянская конституция была там издана. А кто издавал-то? Арутюн Шмаванян и Шамир Шамирян. А они родом не из Индии, а из Персии. Шираза и Эсфахама. А как их предки туда попали? Верно. Все тот же пресловутый великий сургун, о котором часто умалчивают в Азербайджане, когда Шахаббас насильно переселил в 1604 году армян из Армении вглубь Персии. В частности, в Эсфахам и Шираз. Получается-таки версия, что армяне пришли из Индии, развенчивается. А вот наоборот, они пришли в Индию. И пришли они из Персии, куда попали из Армении. Вот здесь наоборот. Это уже самое, что не есть точность. И исторически по датам можно все это проследить. Источники все на виду. Желающие могут сами их найти. И потом, если искать страну, откуда пришли армяне, только ссылаясь на первую книгу, то это рукописи. И все они родились в Армении. Месруб Маштоц в Армении творил. И первая школа была у него в Арцахе, в Карабахе, в Амаросе. Армянские ученые, их там несколько десятков, я имею в виду раннего средневековья и древнего времени. Армянские ученые оставили свои рукописи с пятого века, как минимум. И далее на армянском языке в Армении. А если вы хотите именно другую страну приплести, все же это все равно не Индия. Это будет тогда Италия. Потому что печатное издание, первое армянское, Урбатагирк, вышло на армянском языке в Венеции, в Италии, в 1512 году. За 300 лет до вашей азербайджанской так называемой печати. Там же в Венеции второе издание вышло. Тагаран в 1513 году. Псалтирь Аванеса Терзнециев в 1587 году. Вот вам целая хронология, что и в каком году армяне печатали и выходила в разных странах, пока сами армяне были лишены государственности. Большая часть этого сохранилась в музеях Еревана, Венеции, Рима, Парижа, Амстердама, Вены, Калькутты, Эсфахана, Иерусалима, Берлина, Кёльна, Львова, Варшавы. У них есть авторы, названия книг. Все они на армянском языке. Послушайте, армяне давно пишут и читают. Не равняйте этот народ собственным племенем. В честь армянского книгопечатания проводилась выставка в Конгрессе США. Это вам не Джиртан, Мозалан и Керпей. Это серьезные издания. И потом, грузинский историк 11 века Леонти Мравейли в Карплисцховреба первыми армян упоминает в семье народов Кавказа. И в Закавказе тоже, конечно же. И говорит, что они старшие братья и Картлосом, и Леком, и Кавказионом, и другим рядом народностям. А вас в списке нет. Ни в списке Мравейли, ни в братьях нет. А все потому, что во время Таргамуса вашими братьями были не Айк, Айос, не Картлос, а Монгол, друг степей. Будут ли еще версии, почему армяне из Индии? Дайте знать. А пока, всем пока. Ставьте лайк, подписывайтесь, пользуйтесь выставленными реквизитами для донатов, что в описании этого видео. И дай вам Бог здоровья. Увидимся. Субтитры сделал DimaTorzok